Мы — существа, прикованные к Земле, и можем подняться в небо разве что при помощи летательных аппаратов. Поэтому за животными, покорившими воздушное пространство, мы всегда наблюдаем с восторгом и восхищением. Многим из нас кажется загадкой, как некоторые наши соседи по планете так уверенно чувствуют себя в полете. И не просто уверенно, многие из летающих созданий ставят настоящие рекорды в скорости, маневренности полета или его продолжительности. Тем не менее, никакой магии в движении по небу нет. Есть законы природы, с которыми мы сегодня и познакомимся. Но некоторые животные ставят в тупик зоологов и инженеров. Например, с первого взгляда и непонятно, что это зависящий на стене кожаный мешочек и какое отношение он имеет к полету. Это только до тех пор, пока загадочное создание не расправило крылья и не взмыло в небо. Это летучая мышь. Как же ей удается так ловко и уверенно летать? Чтобы понять секреты летучей мыши, нам придется провести настоящее расследование. Мы разберем принцип движения пяти животных, покоривших небо, чтобы понять, как им удалось овладеть искусством высшего пилотажа. Конечно же, первые животные, которые вспоминаются в связи с полетом, это птицы. Ну, скажите вы, все просто. У птиц есть крылья, птицы машут крыльями, и это позволяет им взмыть в небо. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Да и крылья у птиц очень и очень разные. Наш эксперт Олег Шумаков познакомит вас с настоящими виртуозами полета. Классификация сред обитания выделяют всего лишь две. Водная и наземно-воздушная. Именно так, наземно-воздушная. Не отдельно воздушная, а отдельно наземная, потому что в воздухе никто из наших животных постоянно не живет. Но некоторые освоили эту среду достаточно хорошо. И в первую очередь в голову приходят, конечно, птицы. Несмотря на уверенный полет, птицы не могут жить в абсолютном отрыве от земли. Некоторые из них, например, морские птицы, альбатросы и фрегаты, способны проводить в полете целый месяц, садясь на землю только для отдыха или высиживания яиц. А как вам вот эта скромная птица? Это кулик, который гнездится в тундре на Аляске, а на зимовку улетает аж в Новую Зеландию, пересекая весь Тихий океан с севера на юг. Ну а весной в обратном направлении. Без посадки он летит целых 12 200 километров. Немногие самолеты, изобретенные человеком, способны на такой длительный полет без посадки и дозаправки. Но настоящие рекордсмены по продолжительности полета – всем знакомые стрижи. Они и едят, и спят, и даже спариваются в полете. И садятся только на гнездо, и никогда на поверхность земли. Как же удается это стрижам и прочим пернатым королям воздуха? Весь секрет в анатомии. Эволюция готовила птиц к покорению неба миллионы лет. Все живое находится в движении. И уж, конечно, в движении находятся дневные хищные птицы. Вот у меня на руке сидит гибрид кречета и балобана. Это рабочая охотничья птица. Считается, что сокола – это самые быстрые существа на планете. На самом деле это не совсем так. Давайте же чуть подробнее разберемся с тем, как устроено тело птицы. Вам кажется, что все птицы – двуногие животные? Ничего подобного. Ученые официально относят их к тетроподам, то есть четвероногим. Только то, что у нас считается руками, а у наземных животных – передними лапами, стало у птиц крыльями и их основным инструментом для покорения неба. Смотрите, локтевая и плечевая кость на месте, как и у нас с вами. А вот то, что у нас является кистью, изменилось до неузнаваемости. От запястья осталось всего две крошечные косточки, а за ними пясть – длинная двойная кость. Она выполняет роль рычага. На месте и пальцы, но их осталось всего три. Все ради облегчения скелета. Ведь чем легче существо, тем проще ему оторваться от земли. Сколько, думаете, весит сокол, сидящий на руке у нашего эксперта? Выглядит внушительно. Но на самом деле это довольно легкая птица. Вес сокола-самца не превышает килограмма, а самка чуть тяжелее, может достигать полутора килограммов. Но все равно немного. В чем же секрет? Оказывается, природа полностью переработала скелет птиц, чтобы сделать его максимально легким. Для того, чтобы действительно находиться в воздушной стихии, активно ее осваивать, необходимо всеми возможными способами сократить вес. Ну, прежде всего, это полые кости, трубчатые. То есть, в отличие от костей млекопитающих, ну и других позвоночных животных, кость у птицы внутри полая. То есть, она достаточно прочная, но при этом весьма легкая. И особенность пищеварения. То есть, в организме птицы не задерживается ничего лишнего. То есть, это частое испражнение, то есть, очень быстрый обмен веществ и максимально быстрый пруть прохождения питательных веществ по пищеварительному тракту. Но это не все секретные приспособления, которыми природа наделила птиц. Важную роль играет покров ее тела. У млекопитающих шерсть, у рептилий чешуя, а у птиц перья. На самом деле, перо, в отличие от того, как часто заблуждаются обыватели и ассоциируя перья с шерстяным покровом млекопитающих, это не совсем верно. Перо – это, скорее, больше чешуя ящерицы. А если более точно говорить, то это покровы динозавров. То есть, птица у нас является прямым потомком динозавра, и, собственно, вот те покровные, ну, такие чешуйки, у некоторых динозавров это напоминало, по сути дела, ну, что-то похожее на шерсть, но на самом деле это уже были первичные перья. То есть, перо – это такая уникальная структура, которая не имеет ничего общего с покровом млекопитающих. Причем перья на теле птицы разные. Есть так называемые покровные, те, которые согревают ее. И полетное оперение, состоящее из длинных, прочных и гибких маховых перьев. Это и есть главное приспособление для полета. У большинства птиц 20 маховых перьев. 10 первостепенных расположены на кистевой части крыла, а еще 10 более коротких растут из плечевой кости. Изменяя их расположение при помощи специальных мышц, птица ловко маневрирует в полете. А если устало махать крыльями, широкие второстепенные перья позволят ей некоторое время планировать. Но как же быть птицам во время линьки, спросите вы? Ведь все птицы время от времени меняют перья. Секрет прост. Перья не выпадают в хаотичной последовательности, а меняются в строго определенном порядке. Когда выпадает часть старых перьев, на их месте сразу начинают расти новые, а птица успешно летает на оставшихся, нисколько не теряя в маневренности. Зачем же птицы стремятся в небо? Ответ прост. Уменьшение конкуренции. На поверхности Земли слишком много обитателей, которые сражаются за место под солнцем и пищу. Вот для того, чтобы избавиться от наземных конкурентов, предки птиц и начали осваивать небо. Ведь и простора для маневра, и возможности преодолевать большие расстояния в воздухе гораздо больше, чем у существ, прикованных к Земле. Это уникальная суперспособность птиц. Но чтобы оторваться от Земли, птицам и другим летающим созданиям пришлось пройти путь в миллионы лет. Революция сделала птиц настоящими покорителями неба. Но не все они пользуются одними и теми же технологиями. Как вам птица, которая умеет летать в любом направлении, даже назад, освоила технику вертикального взлета и ради этого перешла на высокоэнергетическое топливо? Знакомства с ней совсем скоро, а пока наш эксперт готов представить вам еще одну группу животных, покоривших небо. Вот они летают себе беззаботно над цветами, не задумываясь о том, что тайна их полета волнует ученых уже долгое время. Это насекомые. Среди членистоногих к настоящему полету приспособились только насекомые. И их крылья устроены примерно одинаково во всех группах насекомых. Но в каждой группе у них появляется какая-то специфика. Даже вот здесь, в этих зарослях гамфрены, мы видим сразу как минимум трех представителей класса насекомые, использующие свои крылья немножко разными способами. Мы здесь видим чешуи крылых бабочек, перепончатых крылых пчел и ос, и двукрылых мух. Думаете, все насекомые летают одинаково? Не тут-то было. Устройства летательных приспособлений у разных групп насекомых отличаются самым коренным образом. Все, без исключения насекомые, имеют две пары крыльев. Но вот используют они их по-разному. Давайте разберемся. Те насекомые, принцип полета которых строится на использовании обеих пар крыльев, называются бипедальными. Это, например, стрекозы — виртуозные хищные летуны, от которых нет спасения другим летающим беспозвоночным. Многие стрекозы способны совершать 10-15 взмахов обеими парами крыльев за секунду и развивают скорость до 55 км в час. А вид некрупных стрекоз Аустрофлебия Касталис может достигать скорости в 97 км в час. Как вам такое? Но и это еще не все. Они способны, как вертолет, зависать в воздухе, резко разворачиваться на 360 градусов и даже летать вверх ногами. Секрет успешного полета в использовании всех четырех крыльев А вот типичные насекомые, которые используют для полета в основном переднюю пару крыльев — бабочки. Такие насекомые, что и логично, называются переднепедальными. Нагрузка во время полета ложится на переднюю пару крыльев, и поэтому бабочки больше планируют, чем используют машущий полет. Но это не мешает им ставить рекорды. Например, бабочка Данаида Монарх, латинское название которой Данаус Плексипус, совершая ежегодные миграции, преодолевает расстояние в 8 тысяч километров. И, наконец, насекомые, которые пользуются для полета только двумя задними крыльями — заднепедальные. Типичные их представители — жуки, аэродинамика которых так долго ставила в тупик ученых. Их летательные органы покрывают прочные хитиновые надкрылья. А ниже — передняя пара крыльев. А вот под ними прячутся легкие и гибкие летные крылья, на которых жуки и отправляются в небо. Наш эксперт Олег Шумаков обнаружил на цветах насекомых подозрительно напоминающих пчел. Но это обман. На самом деле это мухи-журчалки, а их окраска — всего лишь маскировка, которая призвана обмануть хищников. Но эти мухи — не только мастера маскировки. Они к тому же и успешные летуны, для которых воздух — почти что родная стихия. Смотрите, как ловко они зависают на цветах и взмывают с них, когда нехтар собран. Мухи, здесь в основном журчалки, используют только переднюю пару крыльев, а задняя редуцировалась у них до внешне незаметных жужжелец, благодаря которым, кстати говоря, мухи и издают характерный звук. И перепончатокрылые, их крылья работают передние и задние пары вместе, но при этом они сцепляются между собой и основную движущую функцию выполняет передняя пара, а задняя является как бы продолжением несущей плоскости. Но откуда же у насекомых вообще появились крылья? Это настоящий эволюционный прорыв. Интересно, что крыло насекомых в онтогенезе – это вырост второго и третьего членников тела. Тело насекомых имеет полость и покрыто кутикулой. Точно так же и крыло при своем формировании имеет внутреннюю полость, заполненную гемолимфой, и снаружи покрывается кутикулой, когда насекомое линяет. Но со временем клетки крыла начинают усыхать, образуется перепонка, которая по сути является мертвой, хитиновой, очень легкой перепонкой. Но жилки крыла остаются живыми, и более того, они несут опорную функцию. Природа сделала насекомых настоящими покорителями воздушного пространства. Но нас все еще ждут секреты летучей мыши – единственного млекопитающего, освоившего искусство высшего пилотажа. Для того, чтобы встретиться с ней, нашему эксперту предстоит опуститься под землю. И встреча с этим удивительным летуном совсем скоро. Мухи со сросшимися крыльями. Стрекозы вертолеты и жуки, берегущие крылья, создания удивительные. Но как вам насекомое, которое для того, чтобы взмыть в небо, использует настоящую катапульту? Мы совсем скоро познакомимся с ним. А пока что отправимся в джунгли Южной Америки, чтобы увидеть уникального летуна, освоившего совершенно необычный принцип движения. Знакомьтесь, калибри. Их больше 350 видов. Но все они очень и очень невелики. Взрослые особи некоторых видов весят не больше двух граммов, а их размеры не превышают 7 сантиметров. Их сердце бьется с невероятной скоростью от 500 ударов в минуту в состоянии покоя до 1200 во время полета. Дотошные ученые подсчитали, что за всю жизнь сердце калибри сокращается до 5 миллиардов раз. То есть в услугах кардиолога эта необычная птица точно не нуждается. Но самое удивительное – это ее полет. Посмотрите, как ловко она зависает на месте, когда добывает нектар из цветка, и какие невероятные кульбиты совершает в полете. В чем же секрет? Для этого нужно исследовать строение тела калибри. Большинство птиц используют машущий или планирующий полет. Но калибри решили идти своим путем. Ее принцип движения называется «гребущий полет». Калибри машут крыльями с такой скоростью, что за ней невозможно уследить взглядом, до 100 взмахов в секунду. При этом они жужжат, как пчелы или другие похожие насекомые. Они могут летать практически в любом направлении, зависать в воздухе, совершать вертикальный взлет и посадку. Во время полета на месте калибри приходится выписывать крыльями восьмерку. Благодаря этому птица держится в воздухе в вертикальном положении. По словам ученых, калибри используют стиль полета, который является промежуточным между стилем птиц и стилем насекомых. В процессе полета калибри получают около 25% подъемной силы от движения крыльев вверх и 75% от движения вниз. У насекомых дело обстоит несколько иначе. От движения крыльев вверх и вниз тело получает около 50% подъемной силы. У большинства птиц тело получает подъемную силу преимущественно от движения крыльев вниз. Если рассмотреть в замедленной съемке движения крыльев калибри, то выяснится, что она не машет ими, а как бы загребает воздух. А что обеспечивает такие превосходные летные качества? В первую очередь, это огромное сердце, которое обеспечивает быструю прокачку крови по телу и насыщение всех мышц кислородом. Сердце калибри действительно огромное, может занимать до половины тела птицы. Легкие калибри также работают отменно, совершая 600 циклов вдох-выдох за минуту. Это невероятное строение тела и удивительный принцип полета сделал калибри непревзойденными летунами. Разгон до максимальной скорости и остановка у этих птиц происходит практически мгновенно, всего лишь за несколько секунд. Скорость небольшой птички достигает 50 км в час, что действительно много для такого небольшого существа. А когда калибри пикируют, ее скорость и вовсе невероятная. Ученые рассчитали, что калибри развивает скорость в примерно 400 корпусов в секунду. Это больше, чем у включенного на форсаже реактивного истребителя или у шаттла, который входит в атмосферу Земли. Секрет в питании калибри. Если современные самолеты летают на высокооктановом топливе, то калибри используют цветочный нектар. Он достаточно питателен, чтобы обеспечить птицу всей необходимой энергией. Наверное, калибри действительно чемпион в покорении воздушного пространства. И во многом этому способствуют ее крошечные размеры и легкий вес. Но как быть, если ты слишком увесистый, но в небо все же хочется? Иногда с этой проблемой сталкиваются даже насекомые. Природа пришла на помощь и им. Вот один такой увесистый летун уже оказался в руках у нашего эксперта и готов расстаться со своими тайнами. У меня в руках серый кузнечик. Прямокрылые интересны тем, что они не совсем прыгают, они скорее катапультируются. И это связано с работой мышц их прыгательных конечностей. Вот если мы берем школьную линейку, наверное, в школе кто-то этим баловался, закладываем туда жеваную бумажку, оттягиваем и запускаем. Вот примерно что-то подобное происходит и у кузнечиков, а также и у саранчевых. Но при чем же здесь полет? Да, мы все знаем, что кузнечики прекрасно прыгают. Дело в том, что в случае необходимости скакательные конечности могут стать настоящей катапультой, которая отправит кузнечика или саранчу в небо. Ну а там хитрое насекомое расправит крылья и станет полноценным летуном. Да, удивительно. Но этот довольно массивный членистоногий уволень способен взмыть в небо и уверенно там себя чувствовать, развивая скорость до 13 км в час. А его родственница — пустынная саранча и вовсе летчик-виртуоз, умеющий летать на расстоянии до 2500 км и подниматься на высоту до 2500 метров. Не ожидали такой прыти от насекомых, у которых и крылья ты не сразу разглядишь. Но, наверное, еще более необычным покажется вам летун, который обитает в пещерах. Именно за ним-то и отправился наш эксперт Олег Шумаков. Когда мы говорим о существах, освоивших машущий полет, то в первую очередь, конечно, вспоминаем птиц. Но есть еще одна большая разнообразная группа теплокровных животных — это рукокрылые. Это млекопитающие, близкие родственники приматов, а то есть и нас с вами. Это летучие мыши и крыланы. Они пошли по несколько иному пути. Действительно, эволюционно рукокрылые довольно близкие наши родственники. То есть, если бы развитие пошло чуть иначе, мы с вами могли бы летать? Увы, это только мечты. Ради полета нам пришлось бы отказаться от передних конечностей рук. Именно так и сделали летучие мыши. Изначально предки летучих мышей использовали для планирующего полета летательную перепонку, как делают это до сих пор белки-летяги. Но со временем им стало не хватать такого усеченного варианта полета. И эволюция подарила летучим мышам уникальное крыло. Посмотрите, как изменились их передние конечности. Это длинные пальцы, между которыми натянута тонкая кожаная перепонка. Она же тянется вдоль всего тела, захватывая плечо, предплечье и даже хвост. То есть, мышь, по сути, превратилась в одно большое крыло. Причем перепонка летучей мыши очень чувствительна. Она пронизана нервами и кровеносными сосудами. Мышь тонко чувствует все токи воздуха и меняет конфигурацию плоскости крыла в зависимости от направления полета. Ничего подобного эволюция ранее не создавала. И летучие мыши виртуозно используют этот подарок природы, став поистине непревзойденными летунами. Нам, людям, не удалось создать аппарат, хотя бы приближающийся полетным характеристикам к летучей мыши. Получив совершенно особый тип крыла, летучие мыши стали бить рекорды по маневренности полета, да, кстати говоря, и скорость полета на небольших расстояниях у них самая большая среди летающих позвоночных, а вовсе не у соколов, у которых на самом деле речь идет не о полете, а о пикировании. Но с перепонкой связан ряд проблем, с которыми летучие мыши сталкиваются постоянно. Поскольку это живая, тонкая кожа, она постоянно испаряет воду. И для них очень важно наличие большого количества жидкости вокруг и влажного климата. В частности, поэтому они находят свои убежища в пещерах. Вы спросите, зачем же нам, людям, изучать принципы и способы полета животных? Ведь мы тоже освоили воздушное пространство и даже отправили свои корабли в космос. Поверьте, нам есть чему поучиться у природы. Например, прямо сейчас ученые изучают полет стрекозы, чтобы совершенствовать вертолеты и дроны. А способы передвижения микрожуков, возможно, позволят нам создать принципиально новые летательные аппараты. Приспособления для передвижения, которыми эволюция наделила животных, способны удивить и восхитить. Технологические решения, которые разработала природа, иногда обгоняют самые революционные разработки современных ученых, и могут научить нас чему-то новому и неожиданному. Мы продолжим знакомить вас с принципами движения наших соседей по планете. У природы еще много нераскрытых тайн.